Учебная. Каналовский районный суд, Курасово-8. Возгорание на первом этаже. Да, тревога оказалась учебной. Но выглядело все более чем натурально. После тревожного сигнала, как по цепной реакции, начинаются четкие и слаженные действия сотрудников пожарной охраны. По рации звучат инструкции. В полном обмундировании огнеборцы направляются в здание, где произошло условное возгорание. На проезжей части также по инструкции установили необходимую защиту для пожарного шланга, поставили дорожные знаки. Прохожие явно были заинтересованы происходящим. Конечно, такое в нашем городе увидишь нечасто. Оно и к лучшему. Хорошо бы все выезды пожарных бригад были связаны лишь с учебными тревогами. Тем временем в здании суда был найден и потушен один из очагов возгорания. Огнеборцы исследуют узкие коридоры и помещения в поисках людей. И на втором этаже находят пострадавшего, которого незамедлительно эвакуируют из здания. Такие учения в здании суда, как и во многих других социально важных объектах, проводятся регулярно. У каждого учреждения свои особенности. И в случае реальной опасности пожарные смогут сработать быстрее после такой тренировки. Была вводная, поставлена пожар в одном из залов заседаний на первом этаже. Ставилась задача по поиску пожара, поиску возможных пострадавших, товарищей, скажем так. С поставленными задачами личный состав нашего подразделения справился. Особенность здания Кандалакшского районного суда – множество узких коридоров, помещений и дверей, а также наличие нескольких этажей. А потому регулярная практика работников пожарных служб в условиях, приближенном к реальным, по мнению сотрудников учреждения, очень полезна. Хорошо, что данные учения проводятся у нас ежегодно. На случай пожара мы всегда будем готовы к непределенным обстоятельствам, как, собственно, и служба пожарной охраны. Очередная учебная тревога была успешно отработана. В тушении условного возгорания участвовал личный состав пожарных частей города Кандалакши, в том числе и микрорайона Нива-3. Продолжение следует...